По законам военного времени в России растет избыточная смертность. Евгений Федоров в военном обозрении за 9 ноября 2021 года. Упрямая статистика. Рискуя быть в очередной раз подвергнутым общественному осуждению на портале военное обозрение, в начале статьи приведу позитивные данные Росстата за последние 19 лет. В этот период, начиная с 2002 года. В России наблюдались позитивные тенденции снижения смертности и роста ожидаемой продолжительности жизни. Если верить государственной статистике, в каждом годом россиянам жилось все лучше. Число умерших планомерно снижалось. Если в начале периода в 2002 году в России умерли более 2,3 миллионов человек, то уже к 2019 году этот печальный показатель снизился до 1,8 миллионов. Кто-то справедливо заметит, что и население страны уменьшалось, а значит и число умерших в абсолютных цифрах должно падать. Для этого существует параметр общего коэффициента смертности, измеряемый в промилле 0,1% или 0,001 доля. Так вот, с 2002 по 2019 годы этот коэффициент снизился с 16,2 до 12,3. Причин такой динамики очень много. Здесь и рост ВВП, и повышение уровня жизни россиян, и борьба с пьянством, и более эффективная работа правоохранительных органов. Убивать и попадать в смертельные ДТП стали реже. И да, медицина не подвела, несмотря на все увещевания скептиков, медицинское обслуживание россиян за последние годы стало лучше. Конечно, этого всего еще недостаточно, чтобы соответствовать мировым стандартам, но в сравнении с Россией начала 21 века лечат сейчас лучше. Косвенным показателем прогресса здравоохранения выступает ожидаемая продолжительность жизни, которую зафиксировали в 2019 году 73,34% наверное. Это немного, 96 место в мировом рейтинге. Дальше россиян обычно живут, дольше россиян обычно живут, например, в Венесуэле, Бангладеш, Белоруссии, Колумбии. Не говоря уже о странах золотого миллиарда с ожидаемой продолжительностью жизни в 80 с лишним лет. Тем не менее, в 2002 году россияне жили еще меньше, в среднем 65 лет. Рост более чем 8 лет воображение не поражает, но это хотя бы позитивная динамика. Все вышесказанное ни в коем случае не идеализирует состояние социальной сферы современной России, но позволяет понять, с каким запасом мы подошли к пандемии COVID-19. Стихийное бедствие С числами погибших от коронавируса все очень непросто. Мы за полтора года привыкли к официальной статистике портала stopcoronavirus.ru, которая предоставляет оперативные данные каждый день. Данные для сайта формирует Роспотребнадзор, и здесь он очень сильно расходится с подсчетами Росстата. Как показал последний статистический отчет, количество умерших на stopcoronavirus.ru в 2,2 раза меньше, чем в реальности. И здесь, судя по всему, не злого умысла. Далеко не всегда есть возможность точно определить причину смерти человека. Поэтому в России регистрируют смерти от коронавируса только в самых явных случаях. При этом в мире так и не появилась четко обозначенная стратегия, кого считать жертвой вируса, а кого нет. В части стран все, кто умерли с положительным тестом на эту болезнь, считаются погибшими от новой инфекции. В Соединенных Штатах, например, сложилась очень интересная ситуация, когда за 2020 год снизилось количество жертв, гриппа и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом гораздо больше стало умерших от инфекции. Американцы стали меньше болеть простудой и сердечными недугами? Конечно, нет. Просто под одну инфекционную гребенку теперь регистрируют смерти с похожими на инфекцию симптомами. В итоге в медицине США настоящая идиллия. На конец 2020 года от инфекции умерло 352,5 тысячи граждан, а избыточная смертность составляет 334 тысячи. Правда, Нью-Йорк Таймс летом 2021 года опровергает эти числа, указывая на 482 тысячи жертв избыточной смертности в Соединенных Штатах. Кому в итоге верить не до конца понятно. Если ориентироваться на доступные данные, в России в прошлом году умерло 2,124,5 тысячи человек. И это серьезное падение относительно 2019 года. В общей сложности избыточная смертность унесла в 2020 году 324 тысячи граждан на 18% больше, чем в предыдущем. По этому параметру страна скатилась на 12 лет назад, а ожидаемая продолжительность жизни с 73,34 до 71,5 года. И если не знать о коронавирусной причине такой смертности, можно подумать, что Россия вступила в кровопролитнейшую войну. К сожалению, в текущем году эта война только ожесточается. За 9 месяцев мы видим избыточную смертность почти в 250 тысяч человек. Я не думаю, что это из-за того, что не прививаются. Реформированная медицина, вот ее итоги. Итого, с начала пандемии мы потеряли 574 тысячи человек. И нет никаких оснований утверждать, что осенью-зимой 2021 года пандемия снизит темпы распространения. Хуже всего, что с января по август превышение числа смертей над рождениями составило гигантские 675,7 тысяч. В условиях пандемии граждане не только быстрее умирают, но и не решаются заводить детей. По этому демографическому параметру Россия вернулась на позицию 2002 года. Росстат уверяет, что до 76% всех избыточных смертей в 2020-2021 годах приходится на инфекцию и связанные с ними осложнения. Прямо сейчас мы стоим на краю очередной демографической ямы, последствия которой будут влиять на российское общество еще десятки лет. Масло в огонь подлили из-за океана. На днях пришла новость от Financial Times об избыточной смертности в России за всю пандемию в 753 тысячи человек. Якобы по этому показателю наша страна на печальном втором месте в мире после США. Очень сомнительные расчеты американцев, учитывая неразбериху с подсчетом собственных граждан. Тем не менее, Financial Times призывает не верить данным Росстата, а ориентироваться на американское мнение. Видимо, из-за океана виднее. Региональные особенности смертности от инфекции также представляют немалый интерес. В 2020 году самые высокие относительные показатели смертности регистрировались в Республике Башкортостан, Чечне, Липецкой и Ленинградской областях. Примечательно, что в Чеченской Республике, известной своими жесткими антиковидными мерами, так и не смогли побороть высокую смертность. Причины этого парадокса, как и чрезвычайно высокой смертности в Башкории, до сих пор не найдены. Характерны примеры Москвы и Санкт-Петербурга, на которые в прошлом году приходится 26% всех безвозвратных потерь от коронавируса. Однако в этих городах не зафиксировали всплеск смертности от других заболеваний, не связанных с инфекцией. Это говорит о высокой организованности местной медицины, не ушедшей в перманентный шок. Но, к сожалению, не все население страны живет вот в этих двух городах. В основном живут в небольших районных центрах. Это основная масса населения. Ну а медицину реформировали сами знаете каким образом. Большие числа смертности в России – это очень любопытные данные для масштабных статистических исследований. Ученые из Москвы попытались найти факторы, объясняющие различные показатели смертности от инфекции в 85 регионах страны. Оказалось, что плотность железных дорог и уровень урбанизации напрямую влияют на количество умерших от коронавируса в субъекте РФ. Надо сказать, вполне ожидаемый результат. Сюрпризом стало отсутствие прямой связи между обеспеченностью больничными койками, врачами, средним медперсоналом и смертностью от новой инфекции. Причина здесь – высокой мобильности государства, которое успевало вовремя перебрасывать в горячие точки необходимые ресурсы специалистов, во многом выравнивая шансы регионов на выживание. Как это уже не банально звучит, основные причины таких высоких темпов роста смертности в новом, гораздо более опасном штамме – дельта, а также в низкой доле вакцинированных. К коллективному иммунитету большая часть наших соотечественников предпочла жесткие правила естественного отбора. О том, к чему это в итоге может привести, можно почитать о дядюшке Дарвина. Евгений Федоров По законам военного времени в России растет избыточная смертность. Некоторые слова заменены мною на сопутствующие. Это в связи с новыми фильтрами Ютуба, его двойными стандартами, интересным подходом к некоторым материалам. Спасибо за понимание.